Всем привет! Сегодня в обзоре часы Casio BBG. Размеры корпуса между вот этими точками 42 миллиметра. Стекло утоплено относительно уровня корпуса. Очень маленький, то есть диаметр циферблата порядка 6 миллиметров. Вот эти цифры, которые вы видите, мы можем переключить на график прилива. Вот несколько непривычно в виде секундомер без десятых или без сотых долей секунды. Теперь пару слов критики о недостатках. Выглядит это примерно вот так. Давайте распакуем эту коробку. Внутри находится вот такая симпатичная металлическая банка. Также есть стойка, на которой можно вот это для магазинов закрепить красивые часы внутри. Инструкция по эксплуатации. И вот так выглядят сами часы. Вот это название модели. Модель называется BGA 227A. Это серия BBG, которая ориентирована на женщин, на женщин и на девушек. Размеры корпуса. Размеры корпуса между вот этими точками 42 миллиметра, между крайними точками 45 миллиметров. Толщина корпуса 15 миллиметров. Вот эта часть выполнена из нержавеющей стали. Вот эта часть пластиковый, ремешок пластиковый тоже. Стекло минеральное, стекло утоплено. Относительно уровня корпуса. Под защитой безеля находится. Вот так это все выглядит. Вот так выглядит задняя крышка. Механизм делан в Японии. Окончательная сборка в Китае. Блеба BBG. Водозащита 20 бар или 200 метров. Вернемся к циферблату. Циферблат достаточно глубокий, то есть стрелки и весь циферблат расположен низко над уровнем часов. На циферблате имеются такие своеобразные волны, потому что это серия, которая показывает приливы и отливы. То есть это своеобразные такие волны. Имеется несколько дополнительных циферблатов. Один циферблат цифровой. По поводу цифрового циферблата могу сказать, что он очень маленький. То есть диаметр циферблата порядка 6 миллиметров. Вот эти цифры, которые вы видите, они меньше 3 миллиметров. То есть примерно 2,5 миллиметра возможно. То есть эти цифры достаточно мелкие. Мы можем изменить показания, которые могут отображаться вот в этом окошечке. День недели, секунды, полностью дублируется время и также месяц и дата. Также в режиме отображения времени мы можем изменить показания дисплея. Мы можем переключить на график прилива. Вот в этом окошке показывается высота приливов в разное время. Вот меняется время, показывает low, соответственно, низкий уровень прилива и высокий уровень прилива. Дальше мы можем включить отображение температуры. Следует учесть, что когда часы находятся на руке, они показывают искаженную температуру. Температура может быть в градусах Цельсия или в Фаренгейтах. Вот эта кнопка переключает режимы. Вот это режимы на разные точки, когда мы можем занести разные координаты, которые будут отображать разные приливы в разных точках, которые мы заранее занесли. Это график приливов. В аналоговом виде эта циферплата отображает. Вот так будет лучше видно высоту прилива. Это мировое время. Соответственно, мы можем менять код городов и смотреть время в нужном часовом поясе. Секундомер очень простой. Он отображает секунды и минуты. Сотых долей секунды нет. Запускается вот таким образом. Несколько непривычно в виде секундомер. Без десятых или без сотых долей секунды. Ну и плюс хочу еще раз напомнить, что вот эти цифры очень маленькие. То есть это такая дополнительная функция. Стоп и сброс. Следующий режим таймер. Таймер обратного отсчета запускается вот этой кнопкой. Ну и соответственно по достижении нуля звучит звуковой сигнал. Это будильник. Будильник один. Всего лишь один. Ну и показывать я его не буду. Обычный будильник. Что хочу сказать. Часы смотрятся очень эффектно. Особенно в преддверии лета. Белые очень очень качественно сделаны. Вот эта металлическая накладка. Полированный металл. И матовый металл. И в целом часы выглядят очень эффектно. Ну и мне кажется вот это основная их роль. Потому что остальными функциями пользоваться не очень удобно. Всего того что вот эти дисплеи очень маленькие. Ну и плюс. Ну мне кажется. Количество людей которым действительно нужен график прилива. Он в общем то. Достаточно маленький. Теперь пару слов критики. О недостатках. Давайте установим время. Когда минутная стрелка будет в районе 15. Я установил 2 часа 15 минут. Обратите внимание какое положение займет минутная стрелка. Она практически полностью перекрывает показания цифрового дисплея. Так что пользоваться им становится невозможно. Но еще раз скажу. Это часы больше имиджевые. И выглядят они действительно отлично. И поэтому особо не буду придираться. Значит по поводу подсветки. Подсветка здесь светодиодная. Вот там вот виднеется светодиодик. Выглядит это примерно вот так. Вот сейчас светло. Поэтому я полноценно показать не могу. Подсвечиваются стрелки. Их видно неплохо. И в целом это эффектные часы среднего ценового диапазона. Сейчас мы посмотрим часы на руке. Вот так часы смотрятся на женской руке. На этом обзор заканчиваю. Ссылку оставлю в описании. Если вам понравилось ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. До новых видео. Подписывайтесь на канал.